Украине появилось несколько национальных идей. Это безвиз, навязанных идей и очередной транш. Я не верю в то, что в ближайшее время Украина его получит, поскольку основная претензия к нынешней власти это именно коррупция и невыполнение тех обязательств, которые они на себя брали. Но давайте посмотрим сейчас на структуру нашего бюджета. У нас доходная часть порядка 720 миллиардов. 70 миллиардов, если у кого-то есть калькулятор, вы читайте. 70 миллиардов это официальный дефицит бюджета. 150 миллиардов дефицит пенсионного фонда, о котором постоянно говорит Розенка. 250 миллиардов Украина должна вернуть по внешним займам и обслуживанию госдолга. И 150 миллиардов нам необходимо инвестировать в дырку, которую организовал Приватбанк. И это будет делаться после его национализации. То есть у нас реальных денег остается у государства в доходной части порядка 120 миллиардов. А расходов у нас написано на более чем 600. Дорогие украинцы, 30 миллиардов, которые нам даст МВФ, нас совершенно не спасают. Все равно будет включен печатный станок и будет произведена дополнительная эмиссия. Потому что реальные инвестиции в Украину это миф. Украина на сегодняшний день воюющее государство, очень коррупционное, с огромной криминогенной негативной обстановкой. И с новым налоговым кодексом, который вместо того, чтобы действительно создать либеральную систему и заинтересовать инвестора получать дополнительную норму прибыли, сделал еще более сложным систему администрирования бизнеса. Поэтому, еще раз, нам надо перестать занимать, перестать говорить об этом МВФ, перестать потакать власти в том, что это для нас счастье. И нам надо действительно сделать ряд мероприятий, которые позволят сюда прийти не деньгам на проедание, а реальным инвестициям в реальный сектор экономии с целью создания дополнительных рабочих мест. Потому что, если у нас уже на сегодня официальный уровень безработицы 10%, я думаю, что реальная картина гораздо хуже. Если этот рост безработицы продолжится, это и рост, продолжится рост криминальной среды, мы понимаем, что возрастет количество преступлений. И я не думаю, что это будет способствовать сохранению суверенитета и независимости нашим государством. Нет ответа. Я вам скажу, что здесь очень простая и в то же время сложная ситуация. Мы все знаем, что происходит там, мы понимаем, что это незаконно, понимаем, что это крышуется силовыми структурами, все это мы понимаем. С другой стороны, мы понимаем то, что огромная часть людей сегодня в разоренной стране кормится за счет этого бизнеса. Удобнее всего сказать, что там закрыть, уничтожить. Во-первых, я не знаю, как это можно будет закрыть. Практически невозможно, потому что это война. Надо обеспечить тогда, нет, посмотрите, для того, чтобы что-то сделать, надо понять результаты. Надо обеспечить работу этих людей, надо предложить им альтернативу, надо строить какие-то заводы, фабрики, что-нибудь, что людей перепрофилирует. Надо что-нибудь сделать для тех людей, которые узаконят. Все это нужно. Мало того, я слышал неоднократно, в том числе от руководителей наших силовых органов, что это будет обязательно сделано. Но мы все знаем фамилии тех, кто там работает, знаем фамилии всех, кто крышует. И знаем прекрасно, что доля с каждого солнечного камня уходит наверх в Киев. Что делать с этим? Вы знаете, вот у вас это болит, потому что вы живете в своей области. Может быть, в Ровенске это болит. Но меньше, в Харькове там болит, да меньше. А ведь ситуация абсолютно одинаковая. Здесь там нефть, здесь газ, здесь скважины, здесь солнечный камень, здесь еще. Везде, где что-нибудь можно подняться чуть-чуть, где государство может и люди что-то заработать, там же садится какой-то вот этот вот спрут, нанимает на работу этих же людей, делая их заложниками, потому что они защищают свой кусок хлеба и свои семьи. И начинается выкачка всего из Украины, из бюджета и всего. Потому что я всегда говорю слово, бюджет такое у нас принято, это из бюджета заплатить. Нет бюджета, это с нашего с вами кармана вынутые деньги. Поэтому, смотрите, у меня вот в последнее время складывается такой взгляд на то, что происходит. Я ведь не могу считать, что все они абсолютные идиоты, вот что у нас правильно. Значит, очевидно, какая-то логика должна быть в этом. Вот давайте посмотрим логику. Ну, любую, причем последовательно. Возьмем там Кабмин наш, вот давайте там, Министерство здравоохранения. Посадили там Ульяну Супруну. Женщина с засекреченным дипломом, как она сказала. Диплом нам, смотрите, ведь это все шутки, но вы поймите, до какой степени, я не знаю, там резервации мы должны дойти были, чтобы к нам приезжает какой-то недоумка, какого-то ставят во главе Минздрава. Он народным депутатам отвечает, что я не дам вам диплом, потому что он засекреченный. Вот смотрите последовательность решения. Первое. Органам надо принять закон о трансплантации органов. Окей. Второе. Следующее. Убрать врачей со скорой помощи. Насторожились мы. Решение уже принято. Убрать врачей со скорой помощи. Дальше. Прекратить закупку лекарств для сердечно-сосудистых болеваний и онкобольных. В этом году полностью провалены закупки по этим областям, зато в два с половиной раза закупили больше для борьбы с ВИЧ-спидом. Ведь вам не кажется, что это все-таки целенаправленные какие-то вещи? Тодоров один из лучших. Все, что делается целенаправленно. Я считаю, что очень нормально, последовательно поставлена цель уничтожить коренное население Украины. И с ним справляются. Я вчера рассказывал, давайте я вам добавлю к этому другой. Новый учебник. У него написано математику убрать, физику убрать. Увеличенные часы только на одно, на физкультуру. Опять у меня все ложится в нормальную схему. Рабы должны быть необразованными, физически сильными. Смотрите, поэтому обвинять наше правительство в том, что они не целенаправленно действуют. Над портами поставили человека, который 6 лет торгует шпротами. Над железной дорогой рокера из Польши, который сейчас уже все разрушил. Абрамявич, Кварташвили, Сгуладзе, Деканаидзе, Саакашвили, все, которые взяли за свое, полностью разрушили свой участок работы. И ни одного ответа, кто это сделал, кто отвечает и что. То есть над страной ставят глобальный эксперимент. Сейчас повышают, сказали обязательно еще, пенсионный возраст. Абсолютно правильно. Потому что в Украине самый маленький срок продолжительной жизни. Они хотят уравнять продолжительность жизни и до пенсионного возраста. Человек, не дай бог, не дожил до пенсии. Тоже целенаправленно, наверное, работает. То есть мы с вами видим все это, что это не так глупо. Теперь второй вопрос, опять чисто риторический. Скажите мне, пожалуйста, кто именно в стране заинтересован в том, чтобы уничтожить коренное население, освободить территорию? Кто эти люди? Этих людей называют, словом, обычно захватчики. Значит, получается, что Украина захваченная страна людьми, которые методично уничтожают коренное население. Если вам что-то в моей логике кажется неправильным, включите свою. Либо они полные идиоты. Вот и есть второй вариант, что они полные идиоты, вот полные идиоты. Я вам скажу, шансы есть. Слава богу, есть шансы, потому что я вчера опять этого министра здравоохранения прочитал эпический пост. Она написала, что будут из дроны одноразовые делать из грибов, которые будут доставлять лекарства и распадаться. А потом такая приписка. Знаете, в конце же нужен патриотизм. Она говорит, представляете, сколько воинов мы спасем. Я не понимаю, грибов мы доним воинам. Что случилось? Вадим Иванович, мне хотелось бы отметить еще один момент, что человек, который зарабатывает много денег, идиотом просто не может быть априори. Потому что не дано его. Можно я с вами не соглашусь? Хорошо. Я знаю, что много идиотов, которые зарабатывают большие деньги. Я вообще считаю, что заработают где-то сверху. Никак не зависит от мозгов. Я знаю очень умных людей, которые не могут ничего заработать. И знаю абсолютных дебилов, которые вот раз прикасаются и заработают. Вот какая-то другая карма. Вот если говорить в вашу эту схему, в логику укладывается еще и повышение такое, резкое повышение тарифов. То есть здесь есть еще и цепочка другая. То есть человек, который не сможет заплатить, у нас будет работать служба частных исполнителей судебных, которые просто абсолютно... Мало того, я могу в свою схему вписать все остальное. Тогда у меня полностью все ложится. Для этого созданы все условия. Для этого создана тарифная политика, которая по-любому уничтожит целый пласт населения. Для этого за границу сейчас выехали все, кто могли, активные социально, молодежи. 800 тысяч в Польше, миллион 200 европейские страны. То есть вся эта социальная часть тоже уехала. Принимаются законы последовательные. Я не знаю, ну просто как, вот знаете, вот сидит человек и думает, как еще уничтожить население. Поэтому не только тарифы, все, что они делают сегодня. Я больше прочитал вчера, вот до сих пор прихожу у себя, заявление министра Львова, который сказал, украинцы что страшно. Покупайте у нас пенсионный воздух. Ну послушайте, ну это даже захватчик, по-моему, это уже не подходит. Это какой-то, я не знаю, ну они превратили страну в концлагерь. Ну так не бывает, еще раз говорю, в одной стране мира нет. По данным, которые опубликованы позавчера, по уровню смертности, единственная страна в мире, которая сегодня еще мы опережаем, это Лесота. Я не знаю, и никто не выходит на улицу, не бьется головой об стенку, об Майдан, об что-нибудь, все в порядке. Все, которые потрет, они дорвались до кормушек. Вот, а теперь значит все в порядке, теперь уже все. Все стали, одна Януковича нет, да, но есть куча маленьких Януковичей. И они грабят страну, как саранча какая-то. Поэтому, ну что, люди, мы захвачены, идем на выборы. Потому что тиран, например, был тут, сидел Янукович, которому у меня никакого пиетита нет, да. Но, тем не менее, этот тиран побоялся даже стрелять в людей, потому что мне непонятно, кто мне стрелял до конца. Эти все, что сегодня сидят, все здоровые, смотрите, умных, здоровых людей их больше, да. Ну, когда бегает маленькая куча людей в балаклавах с автоматами, с гранатометами, начиная так от вашей области, кончая всех остальных. Если кто-то недоволен, туда приезжают, вот в Харьков приехали, там миллионный город. Ну, да, приехало 200 человек с автоматами, снесли памятники, все. Ну, а что, люди просто боятся, просто боятся. Люди боятся в своей стране сказать правду. Ну, слушайте, ну, есть такая формула.